Привет, друзья! Я продолжаю свой рассказ, а точнее воспоминания живого свидетеля давних лет о музыкальной жизни в нашей стране и за рубежом в начале 70-х годов. Я даю ссылку на весь блог-плейлист в описании для тех, кто в первый раз смотрит это видео, для того, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вокально-инструментальные ансамбли, которые базировались в Москве, ну, то есть ансамбли, которые считались официальными и работавшими в концертных организациях Москвы, это были в основном вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» художественный руководитель Юрий Маликов и «Веселые ребята» руководитель Павел Слободкин. Я говорю о тех ансамблях, которые к 72-му году стали особенно популярными среди населения нашей страны. Рейтинг определялся просто. Количеством проданных грамм-пластинок и количеством писем на радио и на телевидение. Ну и, собственно, количество показов по центральному телевидению. А ансамбль «Самоцветы» побил все рекорды, объяснение простое, все тот же репертуар. «Самоцветы» строго придерживались темы патриотической песни. Ну, песни такие, как «У деревни Крюково», «Добрые приметы», «Не надо печалиться», «Мой адрес, Советский Союз», «Экипаж, одна семья». Безусловно, эти песни нравились населению нашей необъятной страны. Но и надо также принять во внимание огромное значение радио и телевидения в то время. Ведь тогда было всего две программы на телевидении и «Самоцветы», благодаря в значительной степени протекции Центрального комитета комсомола, а также основного композитора, который с ними сотрудничал, это был Марк Фрадкин. А Марк Наумович был очень влиятельным в Союзе композитором. Ну, что вы хотите, «Фронтовик», его песня «Офицерский вальс» была очень популярной в военные годы. Да и вообще у него было много замечательных песен, а также музыки к кинофильмам. И поэтому он также помогал «Самоцветам» в росте популярности этого ансамбля. А вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята», что вы думаете? Совсем наоборот, эти ребята очень даже сторонились песен патриотической направленности. Благодаря художественному руководителю Павлу Слободкину этим артистам блестяще удавалось добиваться успеха без всякого комсомольского влияния. И я бы сказал, их не так-то уж часто показывало телевидение. Но по радио они звучали довольно часто, да и объемы продаж, грамм пластинок не отставали от самоцветов, а чаще даже превосходили их. Помните песню «Алешкина любовь»? Так вот, Леонид Бергер спел ее блестяще и тираж перевалил за несколько миллионов проданных экземпляров. Чуть ли не в каждой семье крутили эту гибкую пластиночку, заигрывая буквально, что называется, «Додыр». Но это все официально вокально-инструментальные ансамбли. И надо сказать, что в студенческой самодеятельности к этому времени появился некий такой андеграунд, в основном социальной направленности. Студенты сочиняли песни, в которых высмеивали и критиковали все то, о чем было запрещено говорить на радио и на телевидении. Я хочу показать всем по этой теме свой небольшой отрывок рассказа из предыдущих видео, где я рассказываю о группе «Машина времени» и заодно о зарубежной музыке того времени. Ссылки на эти песни я даю в описании. Ну, давайте послушаем вместе. А нельзя пройти стороной и мимо, так скажем, неофициальной рок-группы, которая называлась «Машина времени» под руководством Андрея Макаревича. Они трансформировались из школьного ансамбля. Называли они себя тогда по-английски «The Kids». Ну, то есть подростки, пацаны, ребята. Я в то время к их музыке серьезно не относился. Мне тогда нравились только их тексты песен Андрея Макаревича. А вот его гнусавый голос меня просто раздражал. От них точились, если можно так выразиться, ребята более молодого возраста. Это такой хиппи а-ля советикус, что нас, конечно, джазовых музыкантов, ну, совсем не вдохновляло, а скорее наоборот. Да и уровень их музыкальности мне напоминал в то время дежурную самодеятельность. Поэтому настоящей-то популярности у них в то время и не было. А пришла она к ним значительно позже. Году это к 80-м, 81-м, может быть, даже 82-м, я сейчас точно не помню, когда Александр Кутиков, басист, спел песню «Поворот». Этот тембр голоса был слишком заметным, и песня быстро, что называется, набрала обороты. А вслед за ней появилась еще одна «За тех, кто в море». И получилось так, что самые ценные смысловые песни в формате социального эпоса, если так можно выразиться, остались в определенной прослойке населения. А вот эти два хита до сих пор востребованы. Все это было у нас, в СССР. А что же в то время было на Западе? А было вот что. В этом же 71-м году на Западе снимался знаменитый художественный фильм «Крестный отец» режиссера Фрэнсиса Копполы, в котором главные роли исполнили Аль Пачино, Марлон Брандо и Джеймс Канн. Бесполезно подробно перечислять количество наград, которые получил этот фильм, и все, кто в нем участвовал. Отмечу только важную деталь. При бюджете в 6 миллионов долларов, согласитесь, это небольшие деньги, между прочим, фильм собрал в прокате 268 миллионов. Но это просто в голове не укладывается. Вот какой был успех этой картины. Ну и, разумеется, музыка к фильму. Композитор Нина Рота. Премия «Золотой глобус». И, разумеется, Нина Рота. Премия «Оскар» за лучшую музыку к фильму. А мелодия эта стала настоящим хитом, ударным хитом до настоящего времени, и особенно была популярной в те годы. Разумеется, я осветил далеко не все музыкальные события этого года. А поэтому мне придется о них рассказать в следующем выпуске моего журнала. Как всегда, всем вам напоминаю о том, что я появляюсь в эфире регулярно по вторникам и пятницам в 18.00. Подписывайтесь, пожалуйста, и с колокольчиком. А чтобы понемногу, как говорят, быть в теме, понемногу просматривайте все мои видео. Видеоблоги, плейлисты. Вот этот, «Музыка СССР», относится к истории эстрады в нашей стране, начиная с 1957 года. Но есть также песни, саксофон, а также мои авторские песни. Мои путешествия и гастроли. Также о всяком разном. И каверы. Ну и вдобавок еще журнал «Мьюзик Скай». «Музыкальное небо». Вот, пожалуйста, посмотрите. Ну что ж, друзья, увидимся. Всего вам хорошего. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!